Здравствуйте, друзья! Мы находимся в магазине Nordstrom REC. Мы не первый сюжет отсюда делаем, но идея, которую я хотел донести, состоит в том, что Nordstrom это сеть довольно дорогих магазинов, а Nordstrom REC это такое ликвидационное место. Им неприлично в дорогом магазине скидывать цены очень сильно. А здесь они их скидывают. Видите, народу почти нет. Сейчас, правда, у нас время дневное, и идея моя состояла в том, чтобы показать вам сегодня вот некоторые такое исследование на тему о том, как зарабатывать на жизнь человеку, который только приехал, может быть, даже по-английски не говорит или находится, может быть, еще как бы нелегально, он не имеет разрешения на работу и может заработать, там, не знаю, тысяча-две, там, может быть, больше 3 в неделю и, а может быть, даже 500 долларов в неделю для многих, как бы, приличные деньги. И вот у нас тут гость программы совершенно неожиданный. Здравствуйте! У нас Оля Брукман. Значит, Оля Брукман практикует, да? Да. Купи-продай такой. Да. Значит, Оленька, вот я смотрю, вы присмотрели сумочку. Да. Покажите нам сумочку. Вот такая вот. А в чем, в чем фишка сумочки? Вот объясните. Вообще, фишка сумочки в том, что она с висюткой. Так. Сейчас в кругу они вообще очень популярны. В России и везде. Так. Летние, летние вещи. Да, летние, через плечо показываю, демонстрирую. Так. Никто не сдернут. Так. И положил кошелек. То есть, опасно, что сдернут? Конечно, в России желательно отправлять. С молниями. Так. Потому что здесь очень много сумок без молнии. Вот. И что я хочу сказать. Выбор огромный. То есть, Оль, вот ты считаешь, что, в принципе, человек, который, ну скажем, шмотками интересуется, и рынок знает, и не пожалеет времени, чтобы походить, порыться. Да. И ему это именно нравится. Да. Вот тут вот целый день находиться. А где он берет канал сбыта? Вот, допустим, вот мы пришли, вот ты взяла сумку. Ты имеешь в виду кого-то, кто возьмет эту сумку, или ты понимаешь, что кто-то все равно возьмет? Нет. Я знаю, что ее возьмут. Потому что, допустим, мой рынок сбыта был, когда я приехала в Америку, у меня знакомые, друзья, все. Но американская вещь, это же качество. Вот сейчас говорили, вот эту футболку я приехала, купила, вот эту. Так. За 3 доллара я купила. Я ее уже стирала 175 раз. Она все покупает. Если хорошая вещь, конечно. А она вот стоит столько. Да. И вот эти вот все вещи, естественно, если они с Америки привозятся, в основном, конечно, она тоже есть, но попадает плоховато, может быть. Вот. И люди хотят такие вещи купить, а в России их просто нету. Вот свои точки зрения. Вот сколько реально зарабатывает начинающему, который еще не раскрученный, вот он, может быть, не безумно там, у него бизнес пошел. Мне кажется, 300 долларов в неделю. Это можно, если небольшой, как бы, немного покупателей. Хорошо. Потому что покупателей не нужно. А магазин возьмет, вот, допустим, вот человек едет там, из Саратова. А придут? Он может из Саратова прийти там в 10 бутиков и сказать, ребята, я еду в Америку, давайте я вам буду присылать. Таких много предложений. Люди готовы покупать вот это вот все. И они готовы работать. Вот, допустим, мне тоже много поступало предложений, чтобы я куда-то отправляла это. Но я этим не занимаюсь, потому что я, во-первых, не люблю оптовое вот это все. Я делаю это с удовольствием. Я это, у меня удовольствие. Но многие хотят вот в свои магазины получать вот эту вот американскую продукцию. То есть, грубо говоря, так, если человек планирует поездку в США... Да, он может найти несколько точек, но чтобы опять обмана не было. Мне тоже подписчики пишут, отдали деньги, вот такой, как я, допустим. Я взяла деньги, ни денег, ни товаров. То есть, должен быть какой-то уровень доверия. Если ты вообще с Луны, то тебе с этим сложно. Да. Вот если я выезду... А у тебя как? А у меня, мне подписчики доверяют, друзья доверяют. Понял. То есть, у тебя более-менее раскрученный канал, там сколько у тебя уже подписчиков? Двадцать тысяч. Двадцать две, по-моему, тысячи. Мне казалось больше. Нет, двадцать две, по-моему. Ну, двадцать две много. Да. Я ведь как-то же. Я просто ходила и покупала. Я же люблю это все и показываю на канале. Естественно, люди просят, естественно, хотят. И я вот подумала, может быть, магазин открыть, а как его открыть? Магазин в сети или физически? В сети, нет. И именно здесь-то. И я ходила в ВКонтакте сначала, а потом, думаю, вещь вот так вот не покажешь. Ну, я сфотографирую. Ну, да. И я решила на Ютьюбе вот это попробовать. А кто снимает тебя, когда ты... Сама себя я снимаю. Так. Поставила и снимаю. Все. И я показываю, как вещь сидит, потому что проблема онлайн-заказа в том, что ты не знаешь, как оно будет на тебе сидеть. Смотришь фотографии одно, присылает другое. А я все равно и качество показываю. И как бы я люблю вот пощупать, походить. Ну, хорошо. Если сумку я еще могу представить. Ну, допустим, шмотку. Пожалуйста, размеры. Большая проблема в России на полных людей. Нету вещей. Люди рады. Подождите, их много полных, кстати? Много. А почему, можно, они их не продают? А потому что они вещи эти тяжелые. Вот, допустим, или я 44-й, да, отправляю. Две, допустим, футболки, там, две кофточки. Или я отправляю 56-го. Это в два раза тяжелее получается. И это не будет. Да, они же, как бы, материала же больше. Ну, хорошо. Но если мы говорим про страну в целом, то они же могут эшелонами возить там? Видимо, проблема. Потому что с детским. Вот этот Картер, Очкош, Джумбари. Это такие бренды. И я удивилась, вот у нас в Екатеринбурге большой город, миллион там больше. Да, большой город, конечно. У нас нету этих брендов. Может быть, дорогие? Видимо, таможня забирает очень большие вот эти вот налоги. И возить невыгодно. Да, пошлину. И они вообще по бешеным ценам уже приходят. Ну, хорошо. Вот давай так. Вот у вас китайского же много там, да? Да. В Екатеринбурге. Да. Почему человек возьмет не китайское, а вот это? Это же дороже. Я понимаю, что это бренд. Я понимаю, что все такое. Ну, во-первых, ты выделиться этим можешь. Потому что вот у нас проблема. Я тоже в последний раз ездила, пошла в Adidas. Да. И вот там стоят кроссовки Adidas. Фирменный магазин. Да, фирменный магазин. Ну, цена, по-моему, 6 или 7 тысяч рублей была. Но вот это вот они красные такие были на такой подошве. Ну, как сказать, завышенный каблук. Это модно сейчас? Да, модный, скрытый каблук. И я посмотрела, потом пошла по городу, но я еще 5 человек увидела в этих же кроссовках. Разнообразия нету. А здесь вот, если я купила вот эту сумку, то эту сумку никто больше никогда не увидит. Она будет только у одного человека. Ага, то есть как бы бутик онлайновый такой у тебя. Да, да. И это ванн с Камуто, он очень дорогой тоже в России. Очень дорогой, это кожа, классные вещи. Классные. И берешь уроки и просто... То есть надо знать магазины? Надо знать магазины, надо знать, что пользуется спросом в России. Потому что здесь масса брендов. Сейчас, Михаил, какие мы смотрели рубашки? То, что я покупаю? Да. Фасинабль. Фасинабль и еще Наташа говорила, какую-то вот... Тоже они дорогие. Майкл Корс? Нет. Я не знаю, что... Ну, короче говоря, тут масса вот таких брендов, которые... Ну, мы видели вот Фасинабль, который так стоит 150. Да. Если просто в этом магазине он стоит 70, а вот, допустим, на рэках с красной шапкой, где написано клиренс, вот их с той стороны много, вот туда, если смотреть, то там он стоит где-то 55. Да. То есть за 55 долларов ты имеешь вещь, которая стоит 150. Да, а в России, если она здесь, то 50 стоила, естественно, что в России она приезжает... С наценкой там. Если вот в Томми Хилфегер вот такие вот рубашки, которые, как Фасинабль, да, она стоит, я скажу, 6 тысяч рублей, по-моему. Она здесь копейки стоит. 5 или 6 тысяч рублей. От 30 км, может быть. Вот я отправляю вот эти кофты, допустим, с Томми Хилфегера, это вообще качество просто отличное. Они у нас сумасшедшие деньги. Я когда-то очень любил их джинсы, на меня хорошо сидели, да. А, Томми Хилфегер? Ага. Я, кстати, ни разу еще их не помню. Да, да, это единственные, которые на мне здорово сидели. Не вообще нормально, а здорово сидели. Вот мне надо попробовать взять. Вот у меня их несколько. Я не знаю, почему, у меня какая-то фигура может такая или что. То есть я ношу там все подряд. Ну, каждый же свой фасон тоже находит, потому что, допустим, каждому человеку, какая фирма, он выходит вообще идеально. Ну, ну да, в общем, почему-то вот на мне они сидели здорово. Ну, вот про эту работу я хочу сказать, что это тоже, это обычная работа, мне кажется. Потому что это забирает тоже массу времени, ответственность, посылать туда посылку, деньги там, чтобы тебе пришли. А бывает, что вот, бывает, пропадает? Часто? Да. Ой, не часто, но пропадает. Ну, вот у меня сколько? Три, по-моему, или четыре посылки. Куда-то они канули. Из? Ну, что-то один процент, полпроцента, десять процентов. Не, ой, вообще мало. Мало. Ну, то есть шансы небольшие. Да, да, но если вы хотите, вы можете заказчику не вернуть деньги, если вам жалко. Если вы дорожите своими покупателями, вы деньги вернете. То есть надо уже по-американский бизнес делать. Да, потому что вы зарабатываете на этом, а человек последнее отправляет. Ну, что же, Оль, мы давайте пока пойдем посмотрим дальше, что тут есть и вернемся к разговору. А спортивная вещь, это просто мы даем идеи, как вообще тут поле непахнуло. В том плане, что в России этого всего нет. Вот дочь у меня занимается сейчас вот этим вот спортом, фитнесом, и говорит, что они покупают в магазинах, это ездят в большой город у нас Челябинский, там только есть небольшой бутик, бутик, где продают вот эти вещи, они тоже дорогущие. Ты можешь, давайте, с французским прононсом говорить, бутик, 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 а вот это найки, смотри, давай посмотрим, вот возьми ценник какой-нибудь, вот найки. Я, конечно, не знаю, сколько оно в России стоит, но вот это 30 долларов. Значит, оно было 55, а стоит 30, но это оно не по особому сейлу, это не на клиренсе, это просто оно тут лежит, потому что вон там много-много клиренсного, смотри, это красное, вот там полмагазина красного, смотри. И вот там, где на клиренсе, вот то, что это 30, оно, может быть, стоило бы 12 или 18. Потом вот этот бренд тоже, это американский, кстати. Да, да. Я не знаю, у нас популярный нет. Under Armour, да. Его очень любят американцы. Да. Я видела у нас тоже Екатерин Бумбин, он тоже дорогой, и там выбора практически нет. Вот нужно ходить и рыться, и рыться, и рискивать, и тогда будет результат. То есть, грубо говоря, это все-таки на любителя, это для человека, который любит в этом рыться. Да. Нельзя рыться просто вот из-под балки. Да, потому что это тоже такая монотонная работа, так скажем, если она не нравится, вас будет раздражать. А ты еще говорила про вот эти вот БАДы, да, биологические добавки? Да, биологические добавки у меня спрашивают. Потом про косметику очень люди интересуются. А в чем проблема, например, импортировать в страну там 100 вагонов добавок? Я не понимаю, ведь есть же люди импортом занимаются. Вот не знаю, я не знаю, но вот у нас, допустим, вот эти пищевые добавки для фитнеса, залов, вот всего, тоже очень небольшие они. Я думаю, что, видимо, очень большой налог. Как-то это, видимо, все очень непросто. А вот так вот, если отправлять, ну сейчас. А вот поднем, вот там написано 12,97, смотри. Вот что мы здесь имеем за 12,97? Вот топики, да, я тоже не знаю, конечно, сколько они стоят. Да. Ну вот 13 долларов без налогов. А было 32, они говорят, сравни с 32. То есть оно как бы уцененное. Просто тоже надо знать, сколько они у нас стоят. Такой вопрос, все-таки вот мы находимся в Норстрем Реке. Норстрем – это дорогой магазин, тут серьезные бренды. Получается, вот я слушаю тебя, что многие бренды, люди там вообще даже не знают, их и не продашь. То есть ты можешь взять обалденно качественную вещь, и никто не захочет. Да. А захотят что-то более простенькое, что в таком дорогом магазине может и не быть вообще. Да. Ну вот допустим Михаил Корс. Да, Майкл Корс. Он сейчас как бы начинает там в России такие популярные становиться. Ральф Лорен тоже. Ну вот это люди как бы знают, вот эти бренды. Доми Хилл Фиггер. Да. Ну здесь это не самые топовые, это так. Да, здесь есть гораздо круче, но мы о них не знаем. Ну я не знаю, по крайней мере. А люди-то в принципе вот в Москве, на Украине… Но все-таки должны быть деньги, чтобы покупать такое. Да. Вот потому что допустим на сумку вот покупаешь, идешь, вот допустим Майкл Корс, там на нас 100 долларов точно тут. У тебя скорее купят дорогую вещь на Украине, в России, в Москве. В Москве. В Москве. То есть там люди более денежные. Да, там зарплата конечно больше, и туда посылки ходят лучше, быстрее. Ага.